Утро под серебряным дождем Но потом уступил эту сумму города Химки И школы нет, суды проиграны Все вопросы власти Вот так вот, это по поводу строительства научных А вот Жанна нам, кстати, пишет В частных школах подбирают учеников Учить не любят, то же самое в обычной школе Читаю мантру «Нанимайте репетиторов» Раньше без объектов соцкульт-быто Объект нельзя было сдать, сейчас бардак Это вот как раз то, о чем я и говорил Сейчас можно сдавать один-единственный объект Виктор, вот, кстати, интересуется Разве гимназия это не то же самое Что школу для одаренных детей на Западе? Нет, у нас гимназиями и колледжами Называют все подряд И чаще всего это просто Обычная школа, где с вас еще деньги потребуют Не хотел я об этом говорить Ну ладно, ты меня прям спровоцировал У меня напротив находится то, что называется гимназией По военной подготовке Там дети начинают с первого класса Кадетская типа того, да? Кадетская гимназия, да С первого класса они в военной форме Машируют на плацу Я поэтому туда ребенка не стал давать Хотя вот это, гимназия подохну Вот, вот, ну что-то как-то я не стал Добрый день, по образованию лидирует Финляндия Учитель там сам решает, как учить детей Не заполняет отчетность Для персонажей из РАНО Перефразирую я ваше слово, как вы характеризовали Или как это теперь называется Вообще хорошо работает только система с обратной связью Или в Африке один учитель учит всему Ну у нас так тоже когда-то было Вы знаете, церковно-приходские школы, вспомните? Подожди, у нас в начальных классах один учитель до первого класса Учит всему До первого, да Первый, второй, третий класс, по-моему, до сих пор один преподаватель Ну там за исключением, может быть, музыкального еще и там учителя физкультура Другой вопрос, что Алексей вот верно задает вопрос Что вот эта вот отчетность, которую заполняют преподаватели Это ужас Это просто ужас И мы не раз об этом говорили, в том числе в студии Ребят, у вас дневники учащихся электронные А бумажная отчетность ваше РАНО-ГАРАНО Бумажная Ее заполняют от руки Ну ей-богу, ну что ж такое-то? Вот Анастасия нам пишет Работала учителем английского языка в общеобразовательной школе Это Нижний Новгород 25 часов 14 тысяч рублей Естественно, уволилась, работаю на себя Получаю намного больше удовольствия сейчас Нервы спокойны И оплата выросла в разы Подожди, подожди 25 часов 14 тысяч рублей? Да 25 часов в неделю имеется в виду Да, с нами вот тут постоянно, периодически спорят по поводу того, что Нет, в регионах все хорошо с зарплатами Вот, друзья, вам пример Нижний Новгород Нижний Новгород, миллионник, между прочим Вашегород Не самый маленький город, да Конечно, конечно Гимназии стали школой с углубленным изучением ряда предметов в том числе Вот видите, их поименовали, ну хорошо С углубленным изучением начальной военной подготовки Ну, это опять знаете, у нас как? У нас могут написать с углубленным изучением Но просто не во всех гимназиях, к сожалению Это углубленное изучение действительно есть А вот, как бы, деньги с родителей содрать лишний раз Это вот везде есть Ну, вот нас тут пишет, что мы не читаем сообщения Поскольку мы махровые антисоветчики В СССР никаких платных школ не было Социальное государство было СССР, которое вы искренне ненавидите И вот и жути свой капиталист с бургером Но при этом верно отмечает Виктор, что авторитет учителей опускает ниже плинтуса Надо быть поистине человеком широчайшей души, чтобы работать в современной школе Вы немножко сами себе противоречите, Виктор Вы уж меня простите, конечно, но вот у нас, конечно, большие проблемы Но я лучше выберу эти проблемы, чем ваш Советский Союз Угу, это точно Ну что же, сделаем небольшую музыкальную паузу Дабы присоединить к нашему разговору Александра Толмачева Детского популяризатора науки Песня, соответствующая немножечко вам AC Jazz'а в 9 часов утра Это The Sorcerers, Opening Titles The Sorcerers, Opening Titles А у нас на связи в виртуальной студии Серебряного Дождя Александр Толмачев, детский популяризатор науки Не только дети, но и... Здравствуйте, Александр Здравствуйте Здравствуйте Как я уже анонсировал о моих любимых зубастеньких поговорим Водоплавающих зубастеньких Ну а начнем с грустной новости Как известно, в Египте Несколько месяцев, да, по-моему, назад Сколько месяцев, пару недель назад Пару недель назад Произошел жуткий случай с нашим туристом Его немножко покусали Не будем отталкиваться от грустных аспектов Но мне вот лично, Александр, казалось, что Мы такие вот кровожадные Человеколюбивые Нет, человека нелюбивые Акулки в Красном море не обитают Оказывается, обитают Обитают, безусловно Еще не такие туда могут заходить Вот, но вот я на самом деле Хочу вообще начать с кровожадности Вопрос опасности акул Это такой Очень неоднозначный Для обычной вот логики человека Вопрос Я объясню, что я имею в виду Дело в том, что В случае непосредственной встречи с акулами Вот для человека, который ее прям вот встретил Во время купания Она, разумеется, представляет опасность Причем такую прям в высочайшей степени Она опасна для него Но в целом для человечества Акулы совершенно опасности не представляют То есть акулы даже не приближаются, например К таким животным, как, скажем, змей Скорпионы, крокодилы Даже на самом деле обычные собаки Представляют большую опасность для человечества Потому что гибнет вот по сообщениям в течение года На всей планете Больше, например, от когтей и зубов собаки Чем от акул Кстати, в эту категорию Вот включаются такие животные, как бегемоты еще Не знаю, слышали вы или нет Это вообще опаснейшие животные Африки Да, я знаю Но, тем не менее, у нас с вами бегемот не ассоциируется с чем-то опасным А вот акулы ассоциируются Давайте разберемся с этим Как так вышло, что акул мы боимся очень сильно При том, что многие из нас вообще их не видели Может быть, Стиви Спилберг виноват с его челюстями? А, позвольте Несомненно Нет, это даже не сам Спилберг Там был еще писатель Питер Бенчли Который написал эту книгу Которая прям вскружила голову кинематографистам Вот, но давайте разберемся с тем, где они живут Вообще, у акул очень большая длительная история на нашей планете Они уже сотни миллионов лет существуют Дольше динозавров они живут в океанах К чему это я веду? К тому, что у них была возможность, так скажем Приспособиться к жизни и к охоте в самой разной среде Вот, и отточить свои навыки охотников Это позволило им вот за этот очень-очень долгий срок Уже все на суше, декорации полностью переменились Все главные действующие лица на суше переменились Многократно причем А вот акулы, как были хищницами, так они и остались И они добрались до вершины пищевых цепей И в итоге они вот там царствуют Они действительно очень крутые охотники И человеку вот на самом деле угрожают далеко не все виды акул Большинство акул, абсолютное большинство Совершенно не опасно для акул Они даже не для человека Они не подойдут к нему Вот, то есть из где-то там 350 видов акул Всего несколько считаются потенциально опасными При встрече с человеком В частности, вот большая белая акула Которую вы знаете Тигровая, вот я слышал еще Да, совершенно верно Тигровая, та самая, о которой вы спросили Которая в Красном море, оказывается, тоже обитает К этой категории опасных Относится еще акула бычья Довольно агрессивная Она немножко поменьше Но я думаю, у нас будет возможность сегодня поговорить о ней Вот, и еще акула мако Которая вообще на самом деле Чисто рыбоядная акула Но, тем не менее, в силу своего характера и темперамента Она может нападать на, в частности, на людей тоже Не брезгует теплокровными, так сказать Вообще не брезгует Александр, а вот скажите, пожалуйста Вот это единичный был случай сейчас в Египте Но я помню, что несколько лет назад Там была прямо серия вот этих нападений постоянных То есть получается так, что это какая-то группа акул заходит Или вот что, почему вот такие серийные случаи Они вообще стайные животные или нет? Нет, одиночки Смотрите, сейчас объясню, вот этот вопрос хороший Давайте про тигровых тогда Начнем с них Смотрите, тигровые акулы, они довольно крупные Да, они почти как белые В максимальном своем исполнении Они там до 7 метров могут в длину достигать Колоссальные размеры При массе до 900 килограммов Представьте себе, огромное животное Колоссальная Немаленькая рыбка Тигровая, потому что полоски на теле, наверное, видели Обитают они преимущественно в Индийском океане То есть вот прям индийские океаны Побережье там Австралии, Индии Но хорошо, а как же Красное море? Ну так смотри, Красное море, оно соединяется С Индийским океаном, это раз Во-вторых, у Красного моря есть свои особенности Очень любопытные Во-первых, оно очень теплое Оно очень соленое И вот это очень соленое Это, кстати, самый важный момент Вот я бы даже сказал, что оно не просто соленое Оно соленое почти как Индийский океан В силу того, что в Красное море не впадают никакие реки Красное море не опресняется никак То есть это, если так совсем грубо Это такой очень-очень далекий Глубокий в континент уходящий Залив Индийского океана И вот такой вот очень соленый залив Он становится в силу теплой воды В силу того, что там много рифов А на рифах живет масса рыбы Масса всего, чего только акулы не едят На рифах вообще акулы питаются Риф, вообще коралловый риф Это такой шведский стол Туда приходит акула и берет то, что она хочет И другие хищники так же делают, собственно Вот, поэтому акулы из Индийского океана Разумеется, исторически В течение сотен тысяч лет приходили туда И питались там рыбой Но нужно понимать, что в прошлом столетии Человек, развивая науку и технологии Освоил массовый вылов рыбы Это вообще по всей планете было Это касалось, разумеется, океанов В первую очередь Но и морей тоже Потому что у берегов Красного моря Несколько государств Там довольно много И они все занимаются выловом рыбы И вот в 20 веке произошел массовый вылов рыбы И вот представьте себе Что это значит? Это значит, что рыбу забирает человек А рыба не успевает восстанавливаться Ее популяция То есть рыбы становятся резко меньше И происходит это где-то в 60-70-е годы Смотрите, какая интересная особенность Тигровые акулы, которые заходят питаться Ловить рыбу там Но они только рыбой питаются на самом деле Это их 95% всего того, что ест тигровые акулы Это крупная рыба Они продолжают там обитать То есть человек просто пришел и забрал всю пищу Это значит, что акулам приходится перестраиваться Перестраивать свой рацион Голодать И возможно кто-то мигрирует Уходит обратно в океан Я только могу догадываться об этом Но большинство акул начинает искать пищу там Где раньше не искали То есть они начинают перемещаться, скажем, на мелководье Хорошо, они переместились на мелководье Начинают искать пищу там Что они там находят? Ну возможно тоже какую-то рыбу они могут найти Они начинают вообще заниматься поиском пищи Не просто там находиться возле рифа И всегда с него кормиться Они начинают перемещаться по морю В поисках еды И тут они вполне могут прийти к мелководью А у нас на Красном море, как человек, как знал, как говорится И начинает развивать такую отрасль, как туризм Да, то есть туристические точки Египта в частности Бурно начинают развиваться в конце прошлого столетия Сейчас они развиваются Это значит, что много людей приезжают Купаются, занимаются дайвингом Занимаются чем там еще они занимаются Я не знаю, серфингом, наверное Ну в общем, много взаимодействия с водной средой у человека Как раз в точках курортов Что это означает? Это значит, что акулы, которые приходят в эти края Просто чисто по статистике Могут чаще встретиться с человеком А что происходит дальше, мы знаем Потому что акулы, как я уже говорил Это совершенные хищники Способные улавливать колебания воды Там изменения ее температуры Даже электромагнитное поле своей потенциальной жертвой Они определяют на большом расстоянии Им даже видеть не надо Особенно свою жертву И акулы Надрессированные Натренированные Миллионами лет На охоту на Что-то крупное Что-то у поверхности Плещется Атакуют Атакуют с одной простой целью Чтобы просто уточнить Съедобно или нет Ну, разум Разум как таковой у них отсутствует Это рефлекс То есть они глупые животные Они не столь умны? Нет Ну, разумеется, нет Это же рыба Мы не можем говорить Что они осознают Какое-то там нападение Это рефлексы Вот Но акула Вполне Попробовав И поняв Что это несъедобно Она выбрасывает Ну, как бы Отбрасывает от себя Иногда могут проглатывать Акулы же славятся Вы, наверное, слышали Тем, что они Целиком, да Мусор, да Подъедают в океане К сожалению, погибают В том числе Но появление нового рациончика Акул Абсолютно мы поняли Как акулы пришли К Красному морю И начали, так сказать Разнообразить свой рацион людьми Это не рацион Человек никогда не был И не будет его в рационе Акулы Потому что акулы Им не питаются Это скорее просто Случайная встреча Которая приводит К гибели человека Но это как просто Случайно Шел по саду Наступил на грабли Грабли тебя ударили И убили Почти так же Грабли не охотятся На человека Специально они не охотятся То есть вероятность Встретить акулу Все-таки чрезвычайно низка Потому что у нас есть Чрезвычайно мало Но все-таки Возвращаясь К таким серийным Приходам Так скажем Вот в этот момент Просто, видимо Нужно соблюдать осторожность И следить за ситуацией Вот на побережье Или как вот себя обезопасить Да, совершенно верно Я предлагаю Вообще нашим Дорогим читателям Слушать Я просто тоже у себя В блоге Постоянно отвечаю На эти вопросы Я предлагаю В первую очередь Задумываться о том Куда вы едете отдыхать Ну не соображение О безопасности А чтобы просто Тревогу свою Снять Потому что Если вы едете Например на Черное море То вы точно можете быть уверены Что вам там ничего Даже теоретически Не может угрожать В плане Крупных Акул Потому что Черное море По своему происхождению Это озеро Не надо забывать Это пресное озеро Которое Стало морем Относительно недавно Несколько тысячелетий назад Вроде 5 или 7 Я сейчас точно не помню Ну вот И Из-за этого Оно все-таки Довольно пресное Оно немножко засолилось Там из-за воды Которая поступила Из Средиземного моря Но Вся фауна То есть рыбы крупные Они не пришли Вместе В новую среду обитания Пришли некоторые Очень небольшое Небольшое количество рыбы Среди них Катраны Маленькие акулы Которые Для человека Нулевую опасность Представляют И им не интересуются То есть на Черном море Точно безопасно Можно забыть об этом Но Если вы отправляетесь Например на Средиземное Или на Красное море То есть туда Куда наши туристы В основном ездят Тут надо думать Потому что Средиземное море Несмотря на всю свою Такую Ну безопасность На самом деле Нужно понимать Что оно соединяется С Атлантическим океаном Вот И через Гибралтар Вполне могут Туда заходить Очень крупные животные Включая китов И акул Разумеется То есть все Атлантические акулы Заходят В Средиземное море То есть теоретически Их вполне можно встретить Даже у Турецкого берега Но нужно понимать Что крупные акулы Не идут очень далеко От Атлантического океана А Турция Там где вот Турция Там где Израиль Вот эти точки Туда редко добираются Акулы Но их там видели Тем не менее И у Турецких берегов Видели большую белую акулу Ну вот Что касается Красного моря Вот тут надо совсем Быть настороженным Нужно читать новости Нужно смотреть Не было ли мест Где их видели акул Потому что акул Просто часто можно увидеть Каким образом Ну треугольный плавник Кстати я хочу еще рассказать Об этом Как отличить акулу От дельфина Потому что Я слышал несколько историй Когда видели просто Вот этот треугольный плавник И все-все Это акула Акула выходит А это дельфин всего Там просто очень большая разница Вот Ну сейчас дойдем до этого Так вот На Красном море Действительно есть возможность Вероятность Да Повстречать акулу И нужно смотреть Где вы купаетесь То есть если пляж Куда вы пришли Там установлен знак Здесь видели акул Не надо купаться Ни к чему Иногда бывает так Что купаться можно Но стоят Противоакульные сетки Да их ставят Да есть такое Да слышишь Вот Их прикрепляют к буйкам Но нужно тоже понимать Что акулья сетка Она не сплошная И там всегда есть Такие перерывы Вот Они нужны для того Чтобы Там легкомоторные Лодочки проплывали Да И для того Чтобы все-таки был Обмен какой-то рыбы Чтобы она не застревала На мелководье Вот Поэтому Они сто процентов Не защищают Они всегда Эти сетки защищают В совокупности С какими-то другими Мерами Например Оповещение людей Да Если вы в воде Увидели По какой-то причине Не знаю Так вышло Фрагменты Каких-то рыб Куски рыбы Плавают Дохлые Да Их немало То есть Не одна Какая-то Обглодная Килька Да И прям Много рыбы Плавает Не надо Туда заходить Потому что Это все может С одной стороны Указывать на То что здесь Акулы Питались Либо Эти фрагменты Рыбы Просто привлекают Акул Сюда На это мелководье Они могут сюда Просто прийти Если вы Обратили внимание Что в воде Слишком много Рыбы Именно плавает Ну так бывает Иногда Когда много Рыбы в воде Вы видите Когда много Чаек Летает Над водой Прям их много Все время Это указывает на то Что здесь Много-много Живности И вот если С остальными Причинами Как бы Совпадает Это вот С тем Что здесь И акул Встречали И сетки Стоят И рыбы Как-то Многовато И чаек Много Это указывает На то Что здесь Много живности И это тоже Привлекает Внимание Акул Еще одно Есть Еще одно Есть правило Очень любопытное Которое Не всегда Учитывают Это то Что акулы Не любят Нападать На Животных Которые Находятся В стае В своей Если человек Купается Вместе С другими Людями На небольшом Расстоянии Акула Никогда Не нападет И не подойдет Даже Она может Издалека Наблюдать Там кругами Ходить Не будет Но в тот момент Когда человек Отделяется От общей Массы Купающихся Уходит Например На глубину С тем Чтобы просто Проплыть Некоторое Стояние Потом Вернуться Вот тут Акула Может Попытать Счастье Может Напасть Потом еще Такой Знаете Важный Момент Если С акулой Все-таки Встреча Произошла И человек Понял Что Вот она Где-то Здесь Кружит Тут тоже Важно Вести себя Правильно Поскольку Александр Давайте Вот о том Как себя Правильно Вести При непосредственной Встрече С акулой Мы услышим После выпуска Новостей На серебряном Дожде Это утро Под серебряным Дождем И в виртуальной Студии Сегодняшнего утра Александр Толмачев Детский Популяризатор Науки Александр Еще раз Здравствуйте Здравствуйте Плюс 7903 Да Плюс 7903 7976 333 Таковы координаты Прямого эфира Если у вас Уважаемые Слушатели Есть какие-то Вопросы То пожалуйста Welcome Остановились мы На непосредственной Встрече С акулой Что делать Да говорят По носу Надо бить Насколько это Действительно Еще найди Этот нос Он большой же Ну да Давайте прежде чем Бить ее по носу Поговорим Немножко Про непосредственную Встречу Бывает так Что человек Что-то увидел И считает Что он уже Акулу встретил Вот треугольный Плавник Который появляется На поверхности воды Он может принадлежать Не акуле Он может принадлежать Дельфину И тут нужно Понимать В чем разница Вот акулий Плавник Он скорее имеет Прямо треугольную Форму Из воды А плавник Дельфина Спиной Это Скорее Такая Изогнутая Запятая Что ли Вот Форма иная Потом нужно Вот такой момент Понимать Если вы не можете Это точно отличить Треугольник Не треугольник Что же это такое Нужно смотреть Еще вот на что Если Вместе с плавником Вы видите Какие-то Очертания спины Как она выглядывает То это точно Дельфин Будьте спокойны Потому что У акулы Во-первых Когда она близко К поверхности плывет У нее спина Никак не выглядывает А если Она И при этом У нее обязательно Должен выглядывать Хвостовой плавник Да Как серп Торчащий Поэтому Акула Которая плывет Вот у самой-самой Поверхности У нее Из-под У нее наверх На воздух Да Торчит И спиной плавник И хвостовой верх Обязательно Вот Поэтому Так легко Отличить Одно от другого И понять Что это все-таки Не акула Это дельфин Ну хорошо Если акула Значит Приблизилась То Правило номер один Считается Не бить там по носу А Максимально Перестать двигаться Потому что Это Потому что Возможно Акула Просто вас осмотрит И уйдет Спокойно Она не хочет Трогать то Что может ей навредить Она не хочет Есть то Что несъедобно Но она Рабыня Своих инстинктов И в том случае Если человек Увидев акулу Что кстати говоря Естественно Начинает Бить по воде Руками Ногами Пытаться уплыть Как можно быстрее Вот тут Эти инстинкты У акулы Включатся Это Просто неизбежно Приведет к тому Что она нападет Очень сложно Я думаю Выполнить Эту рекомендацию Потому что моментально Охватывает паника И хочется Как можно быстрее Уплыть из этого места Но к сожалению Основное правило Им такое Максимально Перестать двигаться И дать ей возможность Уйти через некоторое время Вот Но если Все таки так вышло Что Еще раз повторю Исключительная редкость Что акула Прям будет атаковать Правило такое Бьем в три точки Это в морду Морда Вся пронизана Нервными окончаниями У нее Благодаря Вот этим самым Это ампулы Лоренцини Они называются Такие Органы чувств Благодаря которым Она улавливает Изменения Электромагнитного поля Объекта То есть Ей даже не надо Нас видеть Особенно Она уже знает В каком направлении Какой у нас Объем тела Приблизительно Да Куда мы плывем С какой скоростью Какая интенсивность Движений Это потрясающе Это просто Вот Просто фантастика Таких животных Не бывает Завесила себе Горячее блюдо Понимаешь Да Так извините И вот когда мы Бьем ей Как говорится В рыло Да По морде И то и то Звучит как-то грубо Не знаю По носу Мы Причаем ей боль И сильно Очень сбиваем ее С толку Это первое Конечно Ей это не нравится Она вероятнее всего Уйдет Второе место Для удара Это глаза Тоже много Разумеется Нервных окончаний Она вообще Глаза защищает Если вы обращали внимание Акула во время атаки Хотя не знаю Где вы могли обратить внимание Ну в познавательных фильмах Наверное Можно увидеть Закрывает глаза Да Закрывает глаза Потому что жертва ее В природе В дикой Она В момент атаки Может очень сильно Акулу бить по морде Точно так же То есть Например Тюлень какой-нибудь Он ее колотит По морде Максимально Интенсивно В этот момент Чтобы защитить глаза Она их закрывает Если наносить удар В область глаз Это Доставляет ей дискомфорт Она уплывает И третье место Это область Жабр Это чувствительнейшее место Место Где За Жабрными щелями Находится Собственно Жабра Это орган газообмена У акул Вы знаете Что Акулы В отличие от многих Костистых рыб Например Не могут дышать Находясь на месте Да То есть Им нужно все время Прокачивать воду Через жабры Вода затекает в рот Вытекает через Жаберные щели И омывает Таким образом Жабры Там происходит Газообмен То есть Кислород из воды Поступает в кровь акулы Из крови акулы Углекислый газ Выходит в окружающую среду Место это очень чувствительно Если мы туда бьем Акуле это тоже Очень не нравится Она от нас Попытается отплыть Как можно дальше Вот Это основные правила Которые есть Но при этом При всем Нужно понимать Что у акулы Нет цели Нас съесть Акулы Людей не едят У акулы Совершенно Другой рацион В основном Это рыба Практически у всех Вот у белых Больших белых акул Вы знаете Наверное Это еще Ластоногие Они на них Прекрасно охотятся И кстати говоря Именно из-за того Что их Как бы Система инстинктов Направлена на то Чтобы Обнаруживать Ластоногих У поверхности воды Которые Не очень быстро Плывут Которые плещут По воде Бьют по ней Вот они Тоже могут Нападать на акул Большие белые Тоже очень опасны Но у нас с вами Нет с ними Возможности Встретиться В основном Встречаются с ними У побережья Тихого океана В частности Калифорния Мексика Александр Такой вопрос А как вот быть С той Байкой Это или нет Про запах крови Про элементы крови Хочешь подсказать акулу Соответственно Брось что-нибудь такое Это правда или нет Акула реагирует Действительно Это с одной стороны Правда Что кровотечение У человека У рыб У китообразных Очень сильно Приманивает акулу Они плывут туда Где есть Раненое животное Вот Но не то чтобы У них прям аппетит От этого разыгрывается Там механизм другой Просто в природе Так было предусмотрено Что Миллионами лет Что акулы Это санитары Океана И они плывут туда Где раненые Беспомощные Медлительные животные В нашем представлении В человеческом Санитар должен Оказывать помощь А эти просто Чистильщики Вот и плывет Раненый дельфин Он естественно Отстает от своей стаи И все привет Фактически он Сигнализирует акулам О том что я ранен И я беспомощен И пожалуйста Подходите Кушать подано Вот И с человеком Сильно то же самое Потому что Если у человека Есть незажившие Раны Например И они возможно Могут начать Кровоточить В воде И вы знаете Что в этом месте Обитают акулы То наверное Не стоит купаться Вот Но с другой стороны Вот этот объем крови Который у человека Там 3-4 капли Вытечет Он никак Не привлекает Внимание акулу Вот Ваш миф Вот миф о котором Да вы сказали Он ведь скорее о том Что одна капля крови Там за 3 километра Может Да Нет Это неправда Конечно они этого не чувствуют Крови можно вытечить А насколько они осязают Вот расстояние На котором они могут Ощутить потенциальную жертву И каким Электромагнитным Да Эхолокаторы у них Там чуть ли не установлены На каком расстоянии Действительно могут чувствовать жертву Это десятки метров Это десятки метров С помощью электромагнитного чувства Они могут Свою жертву Определять Да Но в основном Они полагаются на слух На вибрацию Да Вибрация воды Плеск воды Это то что привлекает Их внимание Прям Очень сильно Они Они в первую очередь Отбирают куда плыть Если Слышат плеск на поверхности Эволюционно Это оправдано Смотрите На поверхности Жирная Пища плавает Тюлени Дельфины Киты Вот туда надо плыть Где они есть Они всегда отслеживают Что происходит С ластоногими Я про больших белых акул И с китообразными Тоже Потому что среди них Могут быть раненые Там может быть детеныш Детеныш это вообще Очень Такое излюбленное Добыча Потому что Он может отстать Он может Там родительница Может не защитить его Мало ли что И они всегда этим пользуются Вот наши слушатели Наши слушатели делают Похоже С акулами Нужно вести себя Так же Как с собаками Без резких движений И не провоцировать Вот Оля из Москвы Сдает вопрос Очень важный для нее А чтобы найти нос И глаза И ударить Нужно нырять И смотреть Непонятно Еду в Египет В октябре Есть ли какие-то Активные месяцы У акул Кстати есть какие-то Месяцы активные Как они наиболее активные Ну вот весной Там Я думаю что Я не слышал никогда Об этом Я думаю что в Египте В связи с Отсутствием такого Перепада Температуры В сезонах Я думаю что вряд ли Сомневаюсь в этом Правда Я думаю что Может смотрите Я сейчас объясню Ориентироваться нужно На Туристический сезон Когда туристов Много Соответственно Много активности У побережья И вот это привлекает Акул Поэтому Пожалуйста Правда ли что Акулы Сезон ехать лучше Правда ли что Акулы Самые быстрые рыбы Среди акул Есть акула Мако Рыбоядная акула Да Которая по-моему Самая быстрая рыба В океане Да Она прям очень быстрая Она просто И такая Такую скорость имеет Чтобы преследовать Других рыб Кирилл еще спрашивает Мегалодон Самая большая акула Или была Или была больше Я бы сказал Есть больше Потому что Мегалодон Далеко не Самая большая акула Это вымершая акула Которая вымерла Около 3 миллионов лет назад Вот Она питалась Китообразными В общем Имела рацион Очень похожий На рацион Современных Крупных акул Но есть акулы Их более крупные Это китовая акула Современная Она живет В океане И сейчас И почему-то Ее недооценивают По размерам Всегда Она может До 20 метров Достигать В длину Это немыслимый Размер для рыбы Это самая большая рыба На нашей планете Но она Никакой опасности Для человека Не то что для человека Вообще Для животных Крупных размеров Она не представляет Потому что Питается Фильтратом воды Она Собирает Собирает Большие объемы воды В рот Набирает их Отфильтровывает Оттуда планктон Массу планктона Заглатывает Вода Выходит Через жаберные Щели Таким образом Она может Прокормиться И из-за этого Образ ее жизни Очень сильно Отличается От всех Охотников Которые Караулят Догоняют Нападают Она ничего не нападает Она очень медленно Как бревно плавает И позволяет Людям себя касаться Люди любят С ней Обниматься Для непрофессионалов Это выглядит Адским адом Потому что они думают Как с такой Огромной акулой Можно На нее Верхом Садиться Ей это Нипочем Она даже Для нее Не беспокоит Так вот Откуда Вопрос Нашей слушательницы А можно ли Оседлать акулу И таким образом Спастись Ну вот Не знаю Нет Опасную Вряд ли Пока не отошли От темы Мегалодона Александр Я вот вчера Тут как раз Наткнулась На новость О том Что тут Ученые Оказалось Выяснили Что как раз Мегалодон Вот эта древняя Акула Была теплокровной Вот что вы Как прокомментируете Эту новость Вообще Что это нам дает Вот это знание Теперь Ну это вопрос Это же гипотеза Непонятно Была она Теплокровная Или нет Но крупные Животные Вполне Могут Ну они Не то что Они теплокровные Как млекопитающие Лептицы Нет Просто Они способны Поддерживать Свою температуру Тела На Определенном Уровне Вот Как-то Ей управлять Худо-бедно Вот Но Сказать Что Среди рыб Могли быть Прям Теплокровные Это категорически Нет Разумеется Просто я думаю Что в силу Больших размеров Своего тела Мегалодон Мог как-то Удерживать Температуру С помощью Я не знаю Каких механизмов Точно Мог удерживать Температуру Своего тела На каких-то В каком-то Определенном Диапазоне Потому что Обычные рыбы Ни в каком Не могут Температура Их тела Зависит От окружающей Среды От температуры Окружающей Среды Александр Циничный вопрос Простите Я просто озвучу Он пришел На наш смс-портал А чем человек От тюленя В кулинарном плане Для акул Отличается Да Очень отличается У человека Жира мало Акуле нужен Жир Это источник энергии То есть мы невкусны Для них пишется В принципе У тюленя Или человек Мы Мы Люди А нет Очень костляво И мало мяса То есть И совсем нет жира То есть наша Жировая прослойка Подкожно-жировая клетчатка Это ничто По сравнению С тем Что у тюленя У тюленя Это громадная Шуба Такая жировая Которая фактически Обеспечивает Его Предотвращает Переохлаждение В воде Типа теплокровного Животного Которого Постоянно в воде Живет Охотится Ему не нужно терять Это бесценное тепло Поэтому он в жиру Весь То же самое с китом С китообразными У них очень жирная Прослойка Вот эта И ради этого Акулы Ими и лакомятся А человек Это не жирно И мяса там Вообще практически нет По объему с тюленем Ну нам тут Сразу же пошли Конечно же СМСки по этому поводу А если человек Соответствующей комплекции Нет Для акулы Все-таки нельзя Человеку с тюленем Сравнивать Жировая прослойка У нас существенно меньше Ирина нам пишет Что едет с дочкой В Египет На следующей неделе Слушаем сейчас вас Я пошутила Что теперь ты понимаешь Почему я тебя Именно в Египет везу Теперь дочь Со мной не разговаривает Ну вы будете Сидко аккуратнее С дочерью Ну и ответим Ну и ответим нашим Слушателям Посмотрите запись Нашего эфира С Александром Если вы пропустили Потому что нас волнуется Как теперь ехать Как расслабиться И спокойно купаться С детьми на Красном море Александр в начале программы Озвучил целый ряд Рецептов Которые вам позволят Ну относительно спокойно Заходить в воду Правильно я понимаю Александр Да Совершенно верно Ну или в крайнем случае Не заходить Ровно столько Пока есть ограничения Естественно Да Сейчас за этим ведется В общем-то Достаточно строгий контроль Ну и последний вопрос Если позволите Александр А как вы можете объяснить Захождение акул Появлении в бухте Владивостока Это мы уже задавали А все Все отлично Тогда все Ютуб трансляция Да это было в трансляции Отлично Значит вы как раз Когда я выходил Спасибо большое Александр Толмачев Был у нас на связи Детский популяризатор науки Спасибо тебе Александр приходите к нам еще Так интересно на самом деле Да очень здорово Ждем еще Приду Спасибо вам большое Счастливо Всем пока Это утро под серебряным дождем Основной вывод Который сделал наш слушатель Человек С точки зрения акулы Не рыба И не мясо Вот так Это точно Кстати про пляжную тему Вот Андрей Что-то обходит Обходит эту новость А я думаю Наверное Ну давай Конечно Уже можно в 9.55 Московское время Жалко еще Пашу Кириллову Нет А то ему тоже Эта новость понравилась За стеклом стоит Он уже чувствует В общем правительство Каталонии Приказало местной мэрии Разрешить женщинам Находиться топлес В общественных бассейнах Все срочно в Барселону Билеты подорожали Но ничего Я так и знала Что именно это Андрей скажет В общем ходить в топлес В Каталонии Позволяет закон о равенстве Но некоторые муниципальные бассейны Боролись с этой практикой До последнего А частные запреты Пожадовались местные активисты В итоге каталонское правительство Призывало пресечь Любые формы дискриминации От себя добавлю Первый раз я очутился На пляжах Каталонии Где-то лет 20 назад И уже тогда Посещение пляжев Без топа Было в абсолютной норме В Барселоне На всех городских пляжах Да не надо так облизываться роман Я знаю Но тем не менее Там все было очень хорошо Поэтому в бассейнах Действительно существовал такой запрет И мы очень удивлялись Немцы Дело в том Что в Германии Все бани общие Там есть такой бани Все бани общие Там нельзя ходить в одежде В бане в Германии Ты не имеешь права Вот в общественную баню Ты не можешь пойти в одежде Неважно женщина Или мужчина Раздевалки Конечно раздельные Но ты должен ходить туда И немцы Когда появляли В общественный бассейн В Испании Очень много туда приезжают Отдыхать Они приезжают Что я в бассейне Не могу Вот полежать Позагорать топлис Особенно немки Удивлять Я бы конечно Ему предложил Все таки одеться Потому что иногда Ну ладно Тут уже как бы детали Смотреть не всегда Просто приятно Так не смотри Тебе же никто не приезжает Так не смотри Никто не приезжает Да Но если на законодательном уровне Приходится это разрешать Хорошо хоть не запрещать Ну да Но это такая как бы часть Борьбы за права Видимо за равноправие Хотя немножко Честно говоря Странновато Особенно учитывая то Что как мы знаем Сейчас За загар Как бы не все борются И врачи говорят Что это очень опасно Особенно кстати Для груди Так что уважаемые женщины Будьте пожалуйста Себе внимательнее Это действительно Очень опасная практика У нас соответствующий По моему эфир был По этому поводу Тем более под каталонским солнцем Это вот рак Просто заработать Очень-очень быстро И просто Конечно Будьте предельно аккуратны Меня скорее вот это Тут очень как-то вот Настораживает Что борьба за права Она как бы выходит За пределы борьбы За здоровье Вот это плохо Конечно Вот Андрей нам пишет Источек в прошлом году В Испании На многих пляжах Ходит топливость Никого не смешает То о чем я говорил Там это в каком-то смысле Такая культурная традиция Но при этом В Испании Существует забавный Очень запрет Там запрещено Водить машину босиком Вот и обязательно Должен быть в обуви И более того Запрещено водить машину В сланцах С незакрепленной пяткой Это кстати нормальная Правда Это законодательный запрет Абсолютно да Это вот Я считаю Что вот это Под этим есть основание Потому что Безопасность Да Можно с тобой в одном слове Сказать Потому что это безопасно Что же относительно Загара Где-то на пляже Топлес Да ради бога Давай Одну экономическую новость В преддверии Традиционного Экономического Уже сегодня Эфира Виктор Кирилл Чинобутова У него сегодня В гостях Евгений Надоршин Вот заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Сазанов Заявил в интервью РИА Новости Что в будущем В России При высоком дефиците бюджета Возможен Гипотетический возврат К налогу На сверхприбыль Далее цитата Если в будущем Гипотетически возникнет Ситуация Когда будут Такие сверхдоходы И необходимо Сфинансировать Большой дефицит То конечно Такую возможность Отрицать нельзя Сказал Чинобут Ну да В качестве причин Введения налога На сверхприбыль Он назвал Дефицит бюджета И конъюнктурные Сверхдоходы У компании Но тут стоит отметить Что комитет Госдума По бюджетным налогам Поддержал законопроект О единовременном взносе В бюджет Со своих прибыли Крупных компаний Налог будет касаться Опять же Больших предприятий У которых Средняя Доналоговая прибыль За 2021-2022 годы Превысила Миллиард рублей Ставка налога Составит 10% От суммы Превышение прибыли За соответствующий период То есть за 2021-2022 годы Ждите в студии Соответственно Евгения Надоршина Вместе с Виктором Набутовым Они я думаю Что в числе прочего Эту тему наверное затронут А мы с вами прощаемся До завтра Как всегда на этом месте Как всегда на этом месте С вами сегодня были Татьяна Котина Андрей Осипов Хорошего вам дня Пусть сегодняшняя среда Пройдет легко И незаметно Берегите себя Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok